фига урона добрый день дорогие друзья с вами снова некрас и добро пожаловать в mortal kombat 11 итак играем боевую лигу боевую лигу так а за кого за кого поиграть ну допустим давай за коллектора вот в таком такой вариации тут есть телепорт тут есть медовый бросок то есть средний до который попадает по сидячим противником даже без блока и есть банка банка зонящая баночка на а противник у нас этот саб-зира хотел сказать фунглау узреть человека который победил кентару он был должен мне теперь это твой долг правоприемство отношений долго работать не совсем так так ну давай давай бросочками медовый о хорош а мы вот так я немножко раньше ударил в воздухе это мне это мне на руку а он ждал да маке хорошо вот такая комбо это будет больно но ну в принципе дайв кик это логично в этой ситуации а вижу что попал вижу что попал ну хоть не удался следующий раз будет крашинг ой у меня почему-то банка вылетела представляете банка банка сыграла со мной злую шутку а знаете почему банка вылетела а потому что я нажал вниз вперед один а это как раз банка то есть как бы я зажимал вниз а потом нажал вперед один то есть я банку не хотел кидать ну какое поймал да вот вот ведь опять эту банку надо убирать она мне мешает да да реально это да прям не мешает реально очень сильно я им даже не пользуюсь смысл тогда уж лучше эту брать тогда уж лучше этот огненную банку брать аж такая фигня происходит он прочитал этот захват хотя ни разу его не делал интересно прикольно да я придумал что же с этой банкой делать а тут броня не поможет вот как вы считаете каким образом кунг лао понял что я буду делать захват после прыжка если я за весь матч ни разу этого не делал то есть как он мог это предвидеть мне это непонятно а значит банку я эту убрал еще раз объясню почему я допустим нахожусь в положении сидя и резко нажимаю вперед один и вместо того чтобы у меня сработал нормал вперед один у меня срабатывает вниз вперед один а это банка ну вот поэтому я решил попробовать болос поменять на кольцо я не видел чтобы коллекторы опытные да вот так которые сильные играли через кольцо никогда не видел но типа а на что еще заменить на горящую банку но противник же не будет на месте стоять правильно этой банке будет сближаться и навязывать агрессивную игру тем более мы сейчас против фрейдена играть будем ну какая какая банка болос просто быстрее летит и болос работает так же как ой кольцо и кольцо как болос работает если перебить коллектору атаку будет короче это да вот о ну это я знаю как это я знаю как с этим справляться давай телепортируйся а да нифига ты хитрый жук я тебя понял здорово фига урона а я я не вовремя что ли нажал ну извини ну извини это слишком опрометчивый прием вот так просто лететь в блок за рейдена это просто невероятная наглость так что давай посерьезненько блин кольцо нифига урона много чуть за прикол 40 процентов я даже не понял не нет ой а вот тут я да ну нормально суши ой ой о да да вот тут я ошибся да согласен обманываем обманываем его чего а че это было хватит 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 все а вообще надо не вниз 4 делать а вниз 3 так лучше будет что ладно да мы тогда вот так о О, я поменял с ним местами. Было неожиданно для меня. Нормально ты с моей ногой встретился. Оу. Но тут, да, тут он меня обыгрывает. Кого? Это наказывается. Это очень сильно наказывается. Ой. Нет, нет. Нет. Ну все. Это бруталка. Но, надо сказать, противник телепорта использовал очень грамотно, очень вовремя. А у меня возник вопрос. По поводу кольца вот этого, которое заменило болос. Если бросок болоса перебивать коллектору, то болос начинает работать так, будто бы его усилили. То есть он выводит на комбо. Вопрос. А как долго кольцо держит противника в состоянии оглушения? Потому что кольцо летит быстрее, чем болос. Ну, во всяком случае, кастуется быстрее. Если мне Люкенг шаром собьет бросок кольца. Второй удар. Не сам бросок, а второй удар. Я успею телепортироваться и по ногам его ударить. Раунд. Файт. Да, 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 смотри, видели? Офигенно. О, это... Надо так аккуратно играть, я смотрю. Ох ты какой, смотри. Ну, это зря. Ну, это, наверное, случайно он сделал. Ай, жалко. Это жалко. Что он будет делать, интересно. Ну, естественно. Кольцо. Вау. Так. Еще один. Вместо захватов делаем этот. Чего? А, да? Ага, обманул. О, да ну. О-о-о. Уймен. О, отлично. Вы видели, что получилось? Кольцо меня спасло. Он перебил мне кольцо опять. Из-за того, что он в меня попал. Смотрите. Кольцо прилетает в противника. И вторым ударом коллектор должен противника ударить головой об землю. Как бы спуская кольцо вниз. Но Лю Кэнг, после первого удара, когда кольцо в него попало, в меня попал огнем. И этого удара не происходит. И поэтому кольцо как будто бы усиленное. То есть я еще и на комбо вывожусь. О-о-о. Хорош. А вот это извини. А вот это уже извините. О, в смысле? Как он у меня попал-то с такого-то расстояния-то? Он оказал меня за 4-4. Ну, представляете? Такая ерунда. Такая ерунда. Хорошо. Он прыгать начинает. Этим надо пользоваться. Этим надо пользоваться. Хоп. Ты что так пугаешь? Я уже приготовился. Сейчас думал... Сейчас нажму телепорт. Короче, выйду из угла. Полагаю, нужно объяснить, что сейчас произошло для зрителей, которые не слишком с игрой знакомы. Произошло следующее. Произошло следующее. Это называется квиталити. От слова quit. Выходить. Игрок вышел из игры раньше времени. Вот. И это вот сопровождается такой анимацией. Так. Коллекрос. Я почему, кстати, банку-то вот эту вот взял в первых там матчах? Я просто посмотрел на турнирных таких мощных коллекторов. Там чувак играл с банкой. Мне тут эта банка только мешает. Лучше лишний раз кольцо, которое прервали, чем банка, которая вылетает не вовремя. Тебе предстоит бой с представителем расы Накнаден. Накнаден, Таркатен, пофигу. Тебе нет ничего, кроме дешевой бравады. Давай. Ну, вообще, у меня двойка хорошо бьет по воздуху. Не, я не успеваю немножко. Чуть-чуть над пораньше. Чуть-чуть пораньше. Двойка это хороший антиэйр. Но если я буду так поздно его нажимать, он работать не будет. О! Что ж я делаю? О-о-о-о! Ошибок на завершал. В этом матче, конечно, я... Слишком... А мне кажется, или пингует немного. чуть-чуть она сразу не но этот раунд я этот раунд я возьму мне кажется под пинговый слегка ну чуть-чуть и этом крыне потому что проиграю а потому что как-то странно заметили до ошибки пошли не не типичные не типичные вау да реально пингует я это понял только что ну может не знаю может мне конечно показалось а все отки выиграл еще я как-то я вообще задумался что происходит я на пинг не посмотрел надо будет потом глянуть что там запинка было может быть может там под 200 то тогда понятно реально странно странно очень странно очень странно но вот интересно а а это джейки она была жесткой типа ну сейчас еще что-то жестче что-то будет кабал но понятно разряженный газ в воздухе в принципе у меня есть ответ на это двойка или назад 3 давай попробуем да чуть-чуть подлагивает да 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 видели да 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 это лаги это прям жесткий лаги да 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 Давай, изворачивайся. О, нет. Думал по-другому это все будет. Ну ладно. А у меня же Фейтл был. Кстати, что не сработал? О. Угу. О, видели, я попал, но не попал. Игра мне не засчитала попадание. А в следующий раз будем смотреть на пинг. Потому что, ну, как видите, сначала игра показывает, что я попал, а потом вроде как и не попал. Ну, как бы так не играется. Я, пожалуй, репикать не буду, потому что, ну, допустим, гера собрать против прыгающего кабала. Такое. Зачем? А, так не работает, да? Сейчас я вижу, что... О. Сейчас я вижу, что попал. А, да ладно, так можно было. Назад три. А че, неплохо. Пойдет. Тут реликвия нужна. Ой. Накажет? Я решил попробовать рискнуть. Обычно я оббил этими... Оверхедами. Я решил сделать отмену, и тут он решил, что я ее сделаю. Почему он так решил? Мне непонятно. Ой, это не то. Это явно не то. Чего? Много, много у него здоровья, конечно, это плохо. Давай. Хватило урона. Командник. А ведь если бы я обычным захватом ударил, кто знает, я бы, я бы, может быть, и по нему не попал. Вот вы сейчас смотрели видос. Вы заметили, он блок ставил или нет? Если он блок не ставил сейчас и ждал моего захвата. Дружеский реваж. Да, давай, можно. В принципе. Ну, один. Вот, он ждал моего захвата, возможно. А, погоди, я не стал. Я нажал, я нажал просто этот новый противник. Господа, у вас сейчас на экранах должны появиться другие видосы с моего канала. Если же нет, то смотрите их по ссылке в описании. Всем спасибо за просмотр. Считаю, выпуск получился очень интересный. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, включайте уведомления Ютуба, но они не всегда приходят, поэтому каждый день проверяйте вручную канал на наличие новых видосов. А если вы хотите поддержать мое творчество на Ютубе донатом, то ссылка в описании. Всем хорошего настроения и всем пока.